Добрый день, дорогие подписчики, гости нашего канала. Рада вас приветствовать. Сегодняшняя тема, наша гостья, многими любимая петуния. За что же мы ее любим? Конечно же, за большое разнообразие расцветки и за огромный выбор разных сортов. Давайте рассмотрим, какая же бывает петуния. И выделим, так скажем, три класса петунии. Это ампельная петуния, каскадная и кустовая. Вот кустовую петунию чаще всего мы можем встретить именно вот такую махровую. Посмотрите, какая красавица. У меня уже есть рассада петунии, которую я посеяла в январе. Сейчас у нас конец февраля. И вот такие у меня росточки. Это ампельная петуния, а вот это каскадная. Чем же они отличаются? Ампельная петуния, как вы видите, все эти росточки были посеяны в один день. Она более тонкий имеет стебелечек, растет сразу вниз, дает ростки и набирает на них бутоны. Бутоны цветения такой же обильные, как и у каскадной, но сами веточки намного тоньше. Еще одно отличие. Ампельная петуния может давать соцветия на одном отросточке разного диаметра. То есть независимо, вы же ее одинаково подкармливаете, да? Но вот цветочки могут выглядеть по-разному. Каскадная петуния, она также растет, значит, дает веточки, не спадающие вниз, но они более толстенькие. Вот эти побеги, и это мы уже видим на этапе рассады. Также дает обильное цветение, но каскадная петуния, у нее уже росточки поменьше. Бывают там разные разновидности у сортов, но ампельная петуния, как правило, всегда имеет побеги длиннее. И, значит, если вы не успели посеять, в январе месяце, февраль еще вполне подходит для посева петуния. И вполне можно выбирать сейчас даже кустовые уже вот сорта. И хочу вам отметить, что здесь посев можно сделать в феврале и даже в начале марта. На рассаду сеет в феврале и в марте. Так что не расстраивайтесь, если вы еще вдруг не посеяли, а где-то у знакомых, у друзей, у соседей уже петуния в полном расцвете сил в своем, то вполне можете приобретать какие-то сорта. Смотрите, пожалуйста, надпись на упаковочке и приступайте к посеву петунии. Значит, немножечко расскажу, потому что много везде видео про посев петунии. Сеем ее в какую-то емкость, обязательно создаем парничок. Она долгое время будет практически, вот до такого возраста она будет закрыта. Открываем, проветриваем и опять закрываем. Мне очень нравится выращивать петунию вот в таких самодельных емкостях, потому что здесь можно открывать ненадолго крышечку, проветривать и прекрасно себя чувствовать. Также купол у нас здесь прозрачный. И если вы будете не в такой емкости, а, допустим, в данном контейнере, то смотрите, землю насыпайте так, чтобы было расстояние, у вас же будет крышечка, и чтобы растения, когда подрастали, не касались крышечки. Иначе она такая нежненькая, и любая капелька, попадая на нее, может нанести вред. Ну все, желаю вам успехов в выращивании такого прекрасного цветочка, чтобы радовало вам ваш глаз.